Добрый день, Дмитрий. Спасибо, что посетили студию канала «Взгляд с небесный». Рад приветствовать. Хотелось бы сегодня обсудить несколько тем, но начать хочу с того, чтобы вы поделились своими впечатлениями о происходящем вокруг той ситуации, которая инициирована, видимо, заявлением Альберта Раткина на этом YouTube-канале. Его смелой позиции такой, что он, по сути, во-первых, сказал о том, что внутри РосХВЕ на руководящих постах есть сотрудники то ли на пенсии, то ли действующие спецслужбы. И второе, он предложил свою кандидатуру в рамках устава, конечно же, на должность начальствующего епископа, что послужило таким триггером. И сегодня мы знаем тот немирный спор, который возник уже с Риховским у него. Как вы на это все смотрите и какую видите в этом пользу или нет? Вы знаете, я думаю, что епископ Альберт Раткин абсолютно прав. Первый момент. Вот что касается сотрудника спецслужб, который якобы на пенсии находится уже, да. Вот я могу сказать, что я с этим человеком сталкивался один раз в своей жизни. Вот он достаточно лукавый вопрос задавал в рамках одного мероприятия. Я могу сказать, что я не вижу в нем такого покаявшегося мотаря, ставшего апостолом. Он не такой. Он продолжает, судя по всему, в своей голове, по крайней мере, считать себя вот таким вот не от мира сего, человеком, который не такой, как все остальные, имеющим право, а не тварью дрожащей. Вот. И это есть у него, к сожалению, да. И на этом основании я не знаю, ну на основании своего личного опыта, я не знаю, какая у него на самом деле мотивация, да. Но мне кажется, что он не вполне правильный. И такому человеку, скорее всего, не место в руководящих структурах РосКВЕ. Что касается системы, которую сейчас мы видим, РосКВЕ, системы фактической диктатуры и такого папизма, если хотите. Вот. Потому что епископ Риховский, первенствующий епископ, наверное, возомнил себя папой римским, да, говорящим с кафедры экс-катедра. Он, наверное, провел у себя в своей собственной голове Второй Ватиканский собор, утвердил догмат о непогрешимости папы вероучительной, и не просто вероучительной, но, наверное, и процессуальной непогрешимости. И он ведет себя действительно как вот такой пример такого истинного папы. Также он еще заявляет, что он якобы учился со святейшим патриархом Кириллом вместе в московских духовных школах, в кулуарных беседах, на самом деле он там не учился. И патриарх Кирилл тоже не учился в московских духовных школах, он учился в ленинградских духовных школах. Однако же, да, господин Риховский, вот копирует даже его голос, там некоторым говорит, что якобы у них общий учитель по риторике, хотя в советское время был такой предмет гомилетика, а предмета риторики в принципе не было. Поэтому много не состыковано. Ну да, интересный факт вы приводите. Ну, упомянув Папу Римского, который является одновременно и епископом, и руководителем государства, Риховский призывает не участвовать в политике. Риховский призывает не участвовать в политике, но при этом сам неактивнейшим образом участвует, принимая участие и в работах общественной палаты, и выдвигая политические, скажем так, какие-то лозунги, и принимает активнейшее участие в различных мероприятиях государственного характера, и участвует в работах соответствующих подразделений администрации президента в качестве эксперта, и он все-таки ведет себя как политический деятель по факту. Говорить он может одно, а делает совершенно иное. Дмитрий, вот оставляя эту тему, я хотел бы перейти к другому вопросу, связанному, наверное, с новым устройством, социальным устройством. Может быть, это не новое, а старое, но факт в том, что в обществе назрело, и в обществе, и в церковном сообществе, желание все-таки жить более справедливо. И в этой связи, что вы думаете на этот счет, и как аврамические религии, я знаю, что вы изучаете это, и занимаетесь исламом, как у них, как реагируют на вызовы современности и наши аврамийские братья? Вы знаете, я занимаюсь не только исламом, а также иудаизмом, у меня большое количество друзей иудеев, я принимал участие в проекте «Единобожие», это такой проект, который просветительский телевизионный проект, снятый, кстати, на книге, в рамках президентского гранта, который как раз показывает общность между христианством и исламом и иудаизмом. В частности, одна из основных тем, это тема социальной справедливости в трех аврамических религиях. И первый момент, да, действительно, давайте вспомним о нас, христианах. Кто такой наш основатель нашей церкви, Господь Иисус Христос? Вот он такой классический дауншифтер, да, человек, который сознательно, с одной стороны, удалился от общества, с другой стороны, он это общество пытался изменить. Христос, будучи Сыном Божьим, будучи Царем Царей и Богом Господствующих, Он родился где? Как человек. Родился в Вифлееме, в Хливву родился. Он откликнулся на призыв, да, его родители, на самом деле, он как действующее лицо, да, как Бог. Он откликнулся на призыв, еще находясь даже в утробе матери своей, Девы Марии, римского императора Августа. Тогда Римская империя стала централизованным государством, единым государством, и император Август являлся собой такого земного Бога, и себя таковым провозглашал. И вот Христос, будучи истинным Богом, Он идет в Вифлеем для того, чтобы принять участие в переписи населения, и где Он рождается. Будучи Богом, Он не создает себе дворец, не занимает чужой дворец своей божественной властью, не посылает 10 тысяч регионов ангелов для того, чтобы они Ему для места рождения предоставили достойные условия. Он рождается в Хливус, а не в животных. И Христос, Он общался с простым народом, ел с грешниками, в чем Его фарисеи обвиняли. Он говорил, что Я пришел в этот мир для того, чтобы спасти неправедников, ибо они не нуждаются в спасении, а грешников. Он был с простым народом. Он умножал хлебы, кормил людей, давал им заповеди соответствующие, заповеди миролюбия. Он говорил, что нет среди вас больших. Он всех людей равнял, потому что вы все дети Божьи. Он дал молитву. Отче наш. Когда каждый человек, простой, даже раб, мог обратиться к Богу, как к своему отцу. И это линия социализма. Давайте вспомним пример из книги «Деяния святых апостолов», когда первой апостольской общине произошел такой случай. Богатая семья продала свое имущество и предоставила выделенные деньги, вырученные деньги общине. Однако же часть утаила, оставив себе. И помним, какая кара была для них, что они это сделали. Они умерли. Почему? Потому что они дух святой решили обмануть. Они решили украсть деньги, присвоить их себе. Разве это не социализм? Давайте вспомним, как христианство фактически победило рабство. Потому что благодаря христианству рабство было уничтожено. Давайте вспомним, что касается банковской суды, банковских вкладов. Банковской системы, как таковой, основанной на наживе, на процентах. Давайте вспомним, как даже в средневековой извращенной Европе боролся с этим явлением Саванарола. Помните, как он обличал семью Медичи, обличал банкиров флорентийских. И как их поддерживал римский папа. Тогда это был Александр VI Борджа, известный, так сказать, в своей, в кавычках, святой жизнью. Этот человек фактически дьявол во плоти. Давайте посмотрим теперь на ислам. Пророк Мухаммед, когда пришел и проповедовал, он первым делом запретил использовать практику, старую арабскую практику, еще языческую арабскую практику, детей, девочек убивать. Их убивали. Он запретил это делать. Он тоже ввел систему социальной поддержки, ввел систему равенства фактически. Когда все мусульмане, члены уммы, должны были помогать друг другу. Если ты богат, а рядом кто-то беден, ты не имеешь права оставаться богатым. Ты должен поделиться своим доходом для того, чтобы бедный перестал быть бедным. Потому что он тебе брат. Потому что он тебе сестра. И так это было. Давайте вспомним, как в исламе запрещается обманывать себе подобных. Как один из хадисов пророка Мухаммеда говорит, тот, кто ужжет нам, тот не от нас. Давайте вспомним пример из популярного фильма «Великолепный век», когда Кадди Фенди, шариатский судья Стамбула, идет по базару и приговаривает жесткому наказанию торговца, купца, который обманывал простых мусульман, продавая дешевый товар под видом более дорогого. То есть идея социальной справедливости, она присутствует и в христианстве, и в исламе. Что касается иудаизма, то давайте вспомним существующие до наших дней кибуцы в Израиле. Кибуца? Что такое кибуца? Это такая община, практически колхоз или сабхоз, где тоже существуют социалистические принципы. Поэтому вот та тенденция к социалистическому повороту, тот спрос на социальную справедливость, который присутствует в нашем веке, в наше время, в нашей реальности, это вполне себе такой арамический спрос. И давайте, вот я последний пример приведу. Вот даже Голливуд это знает, последний фильм «Дюна» недавно вышел. И там основная тема, красной нитью, проходящая через весь фильм, это ожидание Макдзи. Это взят исламский принцип, такой исламский избавитель, исламский мессия, если хотите, который должен прийти и восстановить в мире социальную справедливость, в частности. И вот этот фильм, он пронизан ожиданием прихода вот такого Макдзи. То есть, о чем это говорит? Даже Голливуд знает об этом запросе и, соответственно, на него отвечает. Ну, я чувствую, что политики российские тоже знают об этом запросе. Зюганов называет Христа первым коммунистом. Ну, хочется спросить в этой связи, а какие механизмы реализации? Надо ждать вот именно этого Макдзи? Нужно ждать второго пришествия Христа? Или мы должны каким-то образом, будучи здесь на земле, руками Бога, ну, что называется, подвигать или там приближать это время справедливости? Ну, смотрите, вот эти выборы, которые сейчас прошли, да, на них же победили коммунисты, фактически победили коммунисты. Я знаю по примеру многих областей, вот, когда мне рассказывали знакомые, в том числе, еще на служителя, как подтасовывались голоса. Победили коммунисты, но при этом нарисовали победу Единой России даже без согласования с Москвой. Когда говорят, что Центр Сбеком во всем виноват, не совсем так. На местах есть команда, еще старые императивы, что должна побеждать Единая Россия. И победила Единая Россия, хотя реально победили коммунисты в стране. Вот, то, что Рашкин выходит на Пушкинскую площадь, о чем говорит Рашкин, да, это ведь не пустые слова, это все объективные вещи. И то электронное голосование, которое имело место быть, которому много вопросов, и которое господин Веник Диктов продвигал, к которому тоже много вопросов, вот, в связи с этим, да, то есть, мы не должны, наверное, призывать к бунтам каким-то, да, то есть, но говорить правду-то мы должны, вот, и должны пытаться переплавлять этот мир, изменять его, свидетельствовать о правде. И прежде всего, начинать с самих себя, со своих собственных общин. И вот то, что начал епископ Альберт Раткин, призывав, фактически, устранить вот такую социальную проблему РосХВЕ, да, когда, нет, демократии фактической, вот, это какая попытка, это правильный путь. Ну, у нас это называется соборность, где голос каждого должен быть услышан. Вот, ну, видите, социалистические принципы, которые были у нас в нашей стране, ну, в нашей, я имею в виду, СССР, в которые мне привело немножечко пожить и даже, я бы сказал, неплохо, они, как говорят, проиграли вот этому подходу другому, капиталистическому. И есть ли перспектива, просто это получается, мы должны вернуть что-то то, что, в чем тоже были недостатки. Или у нас есть какой-то другой рецепт, я имею в виду, Кристина. Ну, видите, ну, вот, кодекс строителей коммунистов, это фактически священное писание Нового Завета, это... Это признают они, коммунисты. Да, то есть, во многом, это правильная вещь. Единственное, что там не хватало, это Бога. То есть, мы же Бога-то не отрицаем, мы, наоборот, дополняем вот то, что было, главным содержанием, мы даем сюда, главное содержание, мы добавляем сюда Духа Святого, который действует, где хочет, и оживотворяет все. Поэтому, если мы продвигаем социалистические лозунги, выступаем на социальную справедливость, но с Богом, да, то победа будет за нами. Почему все это развалилось? Потому что Бога не было. Сейчас у нас Конституцию даже Богом несли. То есть, формально все на бумаге хорошо. Так давайте сделаем это не просто на бумаге, а по факту. Хороший призыв. Вопрос в том, какую в этом должны играть роль христиане, обычные рядовые прихожане церквей. И христиане, и мусульмане, и иудеи должны в этом играть непосредственную роль. Я думаю, что необходимо все-таки заниматься и социальным служением, и когда церкви мешают заниматься социальным служением, сейчас идет в Калуге, да, епископ Альберт, он же и детские дома окормлял, и делал то, что не делает государство. Мы запретили это делать. Запретили, потому что кому-то что-то не нравится. Вот такие вещи надо делать. И нужно, безусловно, выходить в политическое поле. Нужно говорить об этом публично. Нужно двигаться. Нужно искать пути соприкосновения между христианами, иудеями, мусульманами. И в России, кстати говоря, ведь опыт правильный. В России мы закалились в горниле советских испытаний. Да, было что-то хорошо в советское время, безусловно, но не было Бога. И те, кто Бога защищал, те, кто боролся за Бога, их часто, в том числе, убивали. Вот в Булаге сколько людей погибло. Там погибли и христиане, и православные, и христиане других конфессий, и мусульмане, иудеи. Все гибли. Всех убивали, потому что они были за Богом. Сейчас же в наше время никто никого не убивает. Это раз. И мы имеем вот этот опыт, да? Мы закалились подобно золоту в горниле испытаний. Горниле вот этой печи советской. Мы закалились, и мы должны нести этот опыт правильного. Правильной молитвы, правильного понимания социального служения, христианского служения, вообще аварамического служения, иудейского служения, исламского служения в этот мир. Мы должны это делать активно. Если мы будем сидеть и молчать, и не свидетельствовать миру об этом опыте, то все будет очень плохо. Ну, насчет не убивают, может быть, это так, но серьезное, на мой взгляд, такое наступление на свободу слова все-таки в нашей стране сейчас, в России, происходит. Вы так не думаете? К сожалению, это есть. К сожалению, это есть, но это не повод отчаиваться, надо двигаться. То есть мы действуем в рамках закона, да? Мы действуем в рамках действующей конституции, мы не нарушаем ее. Знаете, на меня тут тоже один человек написал, что якобы я являюсь деятелем под внешним управлением, и на меня, видите ли, да, за мной стоят ЦРУ, МИ-6, значит, израильская разведка, турецкая разведка, СБУ там, и еще там целый список, да? Я написал на этого человека заявление, извините, да? То есть публично он меня обвиняет в тяжких, особо тяжких преступлениях. Вот, статья появляется, которую потом удаляются с сайта, да, против меня, дискредитирующая меня. Вот, но удаляют ее потом эту статью, потому что редакция не хочет сталкиваться с проблемой. Бороться за свои права необходимые можно. То есть можно парировать все те удары, которые против себя идут. Хорошо, на этой жизнеутверждающей ноте я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли, поделились своими мнениями, и надеемся дальше видеть вас в нашей студии. Спасибо.